Здравствуйте, дорогие мои! С вами снова канал Школа Таро Альвие. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на Таро Лунатиков на такую тему, влечёт ли его к вам и на чём основано это влечение. Но перед тем, как гадать, хочу поздравить вас с Днём Матери. Это замечательный праздник. Сегодня мне, когда присылали открытки, там была такая фраза. Мамы, они как пуговки, на них всё держится. Это действительно так. На мамах держится действительно очень многое в семье, может быть, даже абсолютно всё. Мы, женщины, матери, поддерживаем наших детей, ухаживаем за всеми, поддерживаем мужей, мужчин, успеваем и работать, и убрать, и постирать. Поэтому, конечно, как на пуговках, на нас всё и держится. И я от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником и желаю, чтобы сегодня все мамы всего мира были самые-самые счастливые, а ещё долгих лет, личного счастья, и чтобы детки наши всегда были здоровы. Итак, перейдём к нашему гаданию. Влечёт ли его к вам, и на чём основано это влечение. Будет шесть позиций. Сначала по две карты. Если нужно будет, то я буду докладывать. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные. Запись идёт не на месяц вперёд, а сейчас идёт запись на 3 декабря. Поэтому спешите. Пишите мне в Viber, WhatsApp, личные сообщения ВКонтакте, также в Директ Инстаграм. Я обязательно отвечу. Сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Диагностика, сканирование целителями. Там есть всё для развития экстрасенсорных способностей. Там царит своя атмосфера. Замечательная обстановка, где все относятся друг к другу по-хорошему, по-доброму. Так что присоединяйтесь, развивайтесь. Также приглашаю вас в свой Инстаграм. Там каждый день есть новые онлайн-гадания. Итак, перед вами шесть позиций по две карты. Влечёт ли его к вам, дорогие женщины? И на чём основано это влечение? Также может погадать, конечно же, мужчина. Но тогда ему придётся переворачивать, что это всё партнёршая к нему чувствует, да, испытывает. И начнём. Для тех, кто выбрал первую позицию, влечёт ли к вам этого человека, вышла карта Отшельник. И вторая карта Шестёрка Жезлов. Ну, здесь Отшельник, это не говорит о влечении, да, я уже, естественно, тут сразу же скажу, что в данный момент человек каким-то образом ограждается. И вторая карта, это причины, получается, да, по которым человек пытается сейчас оградиться от вас. И выходит Шестёрка Жезлов. А Шестёрка Жезлов — это желание забыть плохое. То есть данный человек хочет, чтобы между вами был мир, и чтобы забылось какое-то негативное происшествие, может быть, или череда негативных происшествий между вами, споры какие-то, ссоры, может быть, даже общие проблемы, препятствия для этих отношений. Но в любом случае человек сосредоточен на том, чтобы погрузиться в себя, найти вот это вот внутреннее равновесие, успокоиться. При этом с вами не контактировать и выдержать какую-то паузу, а после этой паузы наладить отношения. Сделать так, чтобы вот это плохое между вами по Шестёрке Жезлов. Всегда стремление, да, забыть плохое, чтобы оно забылось, чтобы оно ушло, чтобы негатива между вами никакого больше не было. Многие так, мужчины, особенно рассуждают, что отсижусь-ка я в тени, не буду общаться пока, а потом забудется. Не знаю, на чём у них логика построена, потому что для женщины такая логика, она не бывает понятна. Вообще для любого человека сложно, когда вроде как ты в отношениях находишься с человеком, он начинает тебя избегать, потому что есть разногласия и конфликтные ситуации. Таких лучше решать, правильно? Решать. А здесь человек не так рассуждает. Женщина, она обычно так не рассуждает, как мужчина. И этим мы, конечно, так вот разные. Отсижусь, пересижу, всё забудется плохое. Ну что это? Хороший подход, что ли? Ну вот такая вот позиция у нас номер один. Человек пытается отсидеться. Позиция номер два. Влечёт ли его к вам и на чём основано это влечение? Ну, звезда это. Ясно, что человека к вам влечёт. О! Туз кубков, туз чаш. На чём основано это влечение? Вы знаете, человек потрясён вами, я бы так сказала, в хорошем смысле. Любит этот человек вас. И влечёт ли его к вам? Безусловно. И основано это влечение на чистой любви к вам, искренней, светлой. Человек хотел бы с вами строить отношения, быть рядом, быть вместе. Колечко в клювике, оно о многом говорит здесь, что девушка шла, 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 у неё тут в сосуде водичка бежала. И тут прилетает к ней голубок, а у голубка в клювике-то колечко, колечко, и она такая счастливая. Ей подарили колечко. Вот это, так скажем, то, что хотел бы загаданный человек по отношению к вам. Провести всю жизнь вместе, жениться, быть с вами. Звезда говорит о надеждах, о построении планов. Даже если вы на расстоянии по звезде находитесь. Часто такое бывает, что по звезде люди на расстоянии находятся, мечтают друг о друге. Но человек хотел бы провести с вами уже не на расстоянии, а вместе всю свою жизнь. Он любит вас, он хочет быть с вами. Если вы ссорились, он хочет помириться, наладить отношения, снова их начать между вами. Он просто окрылён своими чувствами в данный момент. Естественно, есть у него и страсть, и платоническая привязанность. Всё вместе, это как сочетание. И вот сейчас его чувства именно через край по отношению к вам. Может быть, сегодня он хочет вам сделать какой-то сюрприз. Поговорить с вами или поздравить. И, может быть, что-то подарить. Потому что это такой неожиданный, да, такой подарочек, колечко. А может быть, хочет сделать предложение. Так что вторая позиция исключительно позитивная сегодня. Позиция номер три. Влечёт ли его к вам, и на чём основано это влечение? Влечёт ли к вам башня? И на чём, ну как бы, основано это император? Смотрите, башня, она тоже говорит о некотором влечении к вам на самом-то деле. Но какое это влечение? Человек хотел бы иметь над вами власть в любом случае. Может быть, вы не подчиняетесь, и его это жутко бесит. Вы его вообще как бы злите в данный момент. Он считает, что, может быть, между вами произошёл, допустим, разрыв. Или может быть так, что была какая-то ругань, скандал недавно. А может быть такое, что человек дико ревнует, да? Башня, она всегда говорит всё равно о влечении. Как ни крути. Это какое-то бешеное влечение. Сумасшедшее. Человек не отдаёт себе отчёты ни в каких чувствах, действиях. Он не может себя понять. Эта связь разрушает его. Она для него губительная. Он, возможно, по императору, да, хочет взять вас под контроль, чтобы вы были безраздельно в его власти. Он хочет, чтобы никто больше вами не обладал, кроме него. Устранить соперника, если этот соперник есть. А если нет, то человек воображает, что есть множество каких-нибудь соперников. Чистая ревность. В сочетании этих карт присутствует чистая ревность. И чувство собственничества. То есть, да, влечёт. А на чём основано? На чувстве собственности. На чувстве того, чтобы вы подчинялись и обладать вами как вещью. Человек хотел бы оказать, может быть, даже покровительство. Но вы как будто бы неподчиняющаяся такая. Вы не поддаётесь этому его контролю. И его это жутко бесит, выворачивает, раздражает. У вас может быть несовпадение характеров. И даже говорю, что, может быть, вы там расстались, развелись. Но влечение осталось. И оно человека в данный момент разрушает. Вот такая вот позиция номер три. Эмоций много. Человек их пытается контролировать по третьей позиции, но они бушуют внутри него. Позиция номер четыре. Влечёт ли его к вам и на чём основано это влечение? Влечёт ли его к вам жрица? Жрица. Жрица – это карта всё-таки вмешательства ещё кого-то в отношении. Карта мир как вспомогательная идёт здесь. Вообще жрица, конечно, она говорит о некоторых внутренних обидах у человека по отношению не только к вам, а к противоположному полу как таковому. Нет доверия, нет доверия к противоположному полу. И поэтому даже если человек к вам влечёт, он это полностью сдерживает в себе. А карта поясняющая, вот этот мотив, это карта мир. То есть, либо человек хочет как-то подвести итог под вашими отношениями из-за внутренних преград, внутренних обид вообще к противоположному полу, не только к вам. То есть, ему сложно вам доверять, сложно с вами строить отношения, он хочет подвести итог, завершить эти отношения. Но также может быть тот факт, что есть кто-то, ещё одна женщина в вашей паре, кто вас разделяет, или какая-то тайна, которая вас разделяет. И человек, опираясь на свой прошлый опыт, он хочет провести между вами границы по карте мир. Может быть, завершить какой-то этап между вами. И даже если и начинать, то с нуля. То есть, то, как есть сейчас, невозможно продолжать почему-то. Такую информацию дают карты. В любом случае, если кто-то вмешивается в ваши отношения, то преграда идёт от вашей соперницы. А если никто не вмешивается, то человек обижен на противоположный пол. Просто обижен. И не доверяет вам, и поэтому пытается, скорее всего, завершить связь. Подвести итоги. Перейти, может быть, даже, знаете, от этой связи совершенно в другую жизнь. Чтобы строить свою жизнь вне вас, так скажем. Также эти карты какую-то дают информацию. Вот что если соперница есть, то по карте мир человек вас тоже как бы рассматривает для серьёзных отношений, допустим. Но сейчас она вставляет так палки в колёса, перетягивает так одеяло на себя, что он полностью мешает вообще какому бы то ни было развитию ваших отношений. Вот такая вот четвёртая позиция. Позиция номер пять. Влечёт ли его к вам, и на чём основано это влечение? Тройка чаш. Ну, влечёт, конечно, однозначно. На чём основана двойка чаш. Этот человек влюблён. Влюблён однозначно. Влечёт ли его к вам безумно? Влечёт, страсть, эмоции, радость какая-то от того, что вы есть. Он вами увлечён полностью, вы ему интересны. Он пытается о вас узнавать какую-нибудь информацию. Если вы поссорились, расстались, хочет помириться, сделать вам подарок, может быть, сюрприз. Обнять, поцеловать, пригласить на свидание, поздравить с сегодняшним, может быть, праздником. Этот человек очарован, вами околдован, хочет быть вместе всегда, строить отношения, ходить на свидание, любоваться вами и растворяться в этих чувствах, в вашей любви, в том, что вы должны проводить время вместе. Мечтает о том, как вы будете дальше строить отношения, семью и так далее. Конечно, этот человек в вас полностью заинтересован. Его влечёт и физически, и платонически к вам. Это любовь, скорее всего. Двойка чаши-то всегда показывает любовь. Хорошие карты, замечательные. Здесь человек искренне к вам привязан. Такая пятая позиция. Позиция номер шесть. Влечёт ли его к вам, и на чём основано это влечение? Туз Пентакли и двойка Пентакли. Ну, влечёт-то его, влечёт. Туз Пентакли говорит о том, что, может быть, человек хотел бы возродить что-то в ваших отношениях, либо начать их, если они ещё не начаты, получить второй шанс, может быть, подарить какой-то подарок, оказать знак внимания, покровительство. Страсть присутствует здесь больше, чем платонические чувства. Здесь больше на физике основана привязанность. И двойка Пентакли это подтверждает, что у человека может быть ещё кто-то или выбор какой-то в жизни сейчас по отношению к вам. Но физическая привязанность, безусловно, есть. Он вами увлечён, вы ему интересны. В данный момент есть, может быть, желание как будто бы какой-то материальный подарок подарить. Вообще карты, в принципе, неплохие, несмотря на выбор. Всё-таки по Тузу Пентакли люди даже часто испытывают и больше чувств, чем просто физическая привязанность. Часто такое бывает. Ну, а человек может быть такой материалист. И он может даже хотеть жениться на вас, но как будто бы вот по двойке Пентакли всё-таки кто-то ещё вмешивается с вашей или с его стороны. Однако он как считает, что он вами увлечён, зачарован, околдован вашей красотой, лёгкостью. И пока переходить в сложности ему бы не хотелось. То есть, если даже это восстановление отношений, то ему бы не хотелось, чтобы между вами была тяжесть. Вот лёгкость какой-то. Какой-то лёгкости ему хочется. Такая вот позиция номер 6. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. И ещё раз вас всех с Днём Матери! Всем пока!